Здарова, гайз! Сегодня буду записывать нереально краткий гайд на частицы. Первое, что делаем, заходим в эту вкладку и убираем частицы. Ставим их, если у вас, как у меня, не видно иконку партиклов. Нажимаю сюда, сюда, следующая страница и убираем галочку. И, собственно, иконка появляется. Так гораздо удобнее. Чтобы настроить частицы, надо нажать на Edit Special. И тут откроется вот такое. Итак, начнем с того, что тут есть 4 основные вкладки. Отвечающие за движение, за внешний вид, за дополнительные настройки и за текстурку самих партиклов. Вот эти две кнопки C и P. Это не то, что вы хотели увидеть. C отвечает за копирование всех настроек партиклов, а P отвечает за вставку всех настроек. Допустим, вы хотите из одних партиклов перенести настройки в другие. В одном копируете, в другом вставляете. Итак, первая вкладка Motion отвечает за движение наших партиклов. Есть два режима движения партиклов. Один радиус, а другой для натуралов. Max Particles отвечает за максимальное количество партиклов, которые мы можем видеть за один раз. Duration отвечает за то, как долго партиклы будут генерироваться. Допустим, 1 секунда. Вот, они генерируются буквально секунду. И все. Забыл сказать, кнопка Infinity делает Duration бесконечным. Соответственно, партиклы не прекращаются просто. И все. Lifetime отвечает, сколько времени партиклу до могилы. Если стоит 1 секунда, партикл будет жить 1 секунду и потом пропадет. Если 0,01, то вот. Сразу скажу, на всех значениях есть такая функция, как плюс-минус. Это нужно для того, чтобы рандомизировать какие-то значения. Допустим, на этом примере lifetime у нас 1, и от минус 0.30 до плюс 0.30 у нас будут эти значения меняться для каждого партикла. Допустим, какой-то партикл будет жить 0.70, а какой-то партикл будет жить 1.10 и так далее. Emission — это частота появления наших партиклов. Чем больше emission, тем быстрее и больше партиклов появляется. Кнопка Max отвечает за то, чтобы просто бесконечно спаунить огромное количество партиклов. Кнопка Calc отвечает за то, чтобы максимальный партикл и lifetime как-то там скомбинировать между собой по какой-то там формуле и получить оптимальное значение. Ну, всем советую эту хуйню. Всем советую по возможности это юзать. Engel отвечает за то, в какую сторону появляются партиклы. И вот как раз рядом плюс-минус значение отвечает, с каким разбросом они, можно сказать, будут появляться. Скорость — ну, это просто скорость наших партиклов. С какой скоростью они влетают. Плюс-минус скорость — это такая же фигня. Какие-то партиклы будут быстрее, какие-то медленнее. Вот, видите. POSVAR X и Y отвечают за место появления наших партиклов. Gravity X и Y — это самое простое, как гравитация работает на наши партиклы. По X и по Y. Сейчас заново поставлю партиклы, чтобы понятнее дальше объяснять. Акселерат, проще говоря, это либо оттолкновение партиклов от центра, либо притяжение их как раз к центру, если минус свое значение. Плюс-минус, я думаю, вы поняли, как работает, уже нет смысла объяснять. Аксель-тан отвечает за закрутку наших партиклов вокруг центра, по часовой и против часовой. Итак, к сожалению, перейдем к радиусу. Тут все остается у нас неизменно, кроме вот этих трех значений. Давайте без объяснений просто покажу, как это работает. Стартрат отвечает за вот такую, можно сказать, дугу, пока что, где появляются партиклы. Энтрат отвечает за такую же дугу, куда партиклы как раз-таки стремятся с первой дуги. Их можно поменять местами, чтобы партиклы издалека шли к центру. А также в значении angle можно сделать просто круг. И вот окружность стартрат и энтрат. От одной идут партиклы к другой. Ротсек отвечает просто за поворот партиклов влево и вправо. Так, думаю, можно рассмотреть вот эти вот кнопки. Первая у нас отвечает за тот самый бокс, где появляются партиклы. Вторая отвечает у нас за гравитацию. Можем вот так ее быстро настроить. Третья отвечает за направление партиклов и их скорость. Вот эта вот полоска, эта скорость. Во вкладке радиус все намного проще. Первое это начало. Второе конец. Третье просто их направление. Настало время перейти ко вкладке visual. Тут все намного проще, чем в первой вкладке. Start size это размер партиклов, как только они появляются. Поставим много, они будут появляться большими. Поставим мало, они будут буквально из пустоты появляться. End size, соответственно, размер в конце. Можем сделать, чтобы они появлялись огромными. И к концу их жизни они уже будут очень маленькими. Start spin, а то с каким поворотом они появляются? Допустим, если мы сделаем 45, то они будут как ромбики появляться. Заканчиваются они как квадраты, потому что в end spin у нас стоит 0. Также можно поэкспериментировать с плюс-минус значениями, чтобы они вращались вообще, как хотят. Итак, Start RGB это наши цвета в начале. Допустим, баланс красного, баланс зеленого, баланс голубого. Можно подкручивать, комбинировать цвета. Вот в начале они фиолетовые, потому что синий и красный дают фиолетовый. Ну или розовый. Start A это прозрачность в начале. Ну от нуля, соответственно, до 100%. End, как вы понимаете, то же самое, только уже в конце. Переходим к третьей вкладке Extra. Тут нас встречают три галочки. Free, Relative и Grouped. Free отвечает за то, чтобы наши партиклы присосались к камере, когда мы играем. Relative отвечает за то, чтобы где партикл появляется, там он и остается. В зависимости от самого объекта партиклов. Например, можно сделать вот такой вот Trail. А с Grouped это работать не будет, потому что партиклы будут привязаны к самому этому объекту партиклов. Вся эта фигня ситуативная. Делайте, что хотите, короче. Fade In и Fade Out отвечают за то, как партиклы быстро будут появляться из невидимости и уходить в нее. Friction P это у нас трение партиклов, можно сказать. Сделаем побольше скорости, чтобы было понятнее. Вот, чем больше у нас Friction, тем быстрее они как бы замедляются и останавливаются. Friction S такая же фигня, только она влияет не на скорость и вообще их движение, а на размер. То есть, чем больше у нас Friction S, тем медленнее изменяется размер у партиклов. Непонятно, нафига это надо. Это очень... Это... Это... Это нереально ситуативная фигня. Friction R это то же самое, только с их поворотом. Допустим, минус 900 ставим и вот как они вертятся. Чем больше у нас Friction, тем быстрее они перестают это делать. Короче говоря, из этого всего полезная только вот эта штука. Респаун тоже странная вещь. Тут надо написать, сколько секунд партиклам нужно, чтобы начать появляться заново. Но оно работает только, когда Duration не бесконечен. А когда он длится хотя бы сколько-то. Че-то я загнул. Партиклы вываливаются одну секунду и респаун у них две секунды. Вот они появились. Один. Два. И вот они снова появляются. Ну вот, это тоже странная функция. Итак, переходим к галочкам. Additive это режим наложения, как будто бы у партиклов есть блендинг. Без нее партиклы просто имеют свой цвет, а они как обычные объекты. Без блендинга. Вот это... Вот это хорошая функция. Вот это одобряю. Start Size равно End. Партиклы буквально не меняют свой размер. Какого они размера в начале, таковы будут в конце. Тоже с... Не знаю, зачем эта функция. Start Spin равно End. Эти партиклы будут такого же поворота, как и в начале. Опять же, какая-то хреновая функция. Start Rat равно End. Эта уже функция относится к Motion Radius. Даже если у нас Start Rat и End Rat различаются, то из-за того, что Start Rat равно End, они появляются только на старте. Start Rat из Dir. Давайте я для наглядности сейчас поставлю другую текстурку. Например, вот этой стрелочке. Да вообще че, я парюсь. Просто надо новые партиклы создать. Ставим Edit Special. Давайте создадим круг партиклами, который будет вот так вот их распространять по кругу. Start Rat из Dir. Партиклы будут смотреть буквально в ту сторону, куда они летят. Почему-то у этой стрелочки жопа ее, это ее сторона передняя. Окей. Use Object Color. Вот эта штука позволяет нашим партиклам использовать Base Detail Color. Допустим, пускай первый цвет будет у нас красный, второй цвет будет зеленый. Вот второй цвет. Соответственно, первый цвет с каким они появляются, красный, и второй цвет зеленый, с каким они кончают. Uniform Object Color. Это какая-то фигня, включая плюс-минус visual на RGB. Просто не юзайте это. У меня еще какой-то типа баг, я не знаю, что вообще происходит. Dynamic Rotation это у нас то же самое, что и Start Rat из Dir, только он всегда следит, чтобы партиклы смотрели туда, куда летят. Итак, перед тем, как перейти к остальным галочкам, я хочу сказать, что в последней вкладке у нас просто текстурка партикла. Тут больше нифига нету. Итак, Animate on Trigger. Этот партикл буквально не будет активен, как мы видим. Он просто не работает, пока мы его не активируем с помощью, например, тогла, спавна или спаум партикла. У них похожий принцип, поэтому сами разберетесь. Я буду этот юзать. Итак, Spawn Particle Trigger. Particle Group отвечает за то, какая на партикле стоит сейчас группа. Вот, допустим, у меня первая, я ставлю сюда один. Position Group отвечает за то, где этот партикл появится, на какой позиции. Чтобы задать позицию, надо просто поставить какой-нибудь объект и добавить ему еще группу, вторую. И, соответственно, вот вторая группа у этого кружка. Значит, когда мы достигнем этого... Блядь, а что она не работает? Итак, я только что понял, что когда у нас в партиклах стоит Duration бесконечность, соответственно, ну, то есть минус один, а эта хрень не работает. Давайте поставим на полсекунды. Вот, когда триггер активируется, партиклы появляются на позиции этого объекта. Animate Active Only. Ну, это то же самое, что и это, просто с каким-то там дополнением, ну, в общем, не особо важно. Также эти партиклы можно активировать с помощью Animate Trigger, но тут уже без позиции, поэтому просто вот они активируются. И запомните, если у вас эти галочки стоят, то партиклы сами по себе работать не будут. Надо, чтобы их обязательно что-то активировало. Order Sensitive, это Vedded Group, влияет на Z Order, соответственно, положение по Z оси. Какие-то объекты ближе, какие-то дальше, ну, поняли. Вот эти две галочки вообще не нажимайте, это непонятно для чего вообще надо. Quickstart, короче, отвечает за то, чтобы партиклы сразу двигались со своей нормальной скоростью, потому что вначале у них что-то как-то, как-то они себя медленно, короче, ведут. Имейте вот это в виду. Ну и вроде бы все, я рассказал про вот этот триггер, основное как минимум. Сейчас, когда я уже все объяснил, я хочу показать, как создать дождик, снег, какую-нибудь воронку, взрыв, светлячков и фейерверк. Так, ну давайте начнем с дождика. Итак, дождик у нас это понятие такое, на небе. Поэтому давайте сделаем ему Pose War X, чтобы как можно больше площадь затрагивалась. Итак, Max Particles, ну давайте сделаем, пускай будет 300. Длительность бесконечная, потому что надо, чтобы дождик шел всегда. Капли дождя у нас будут жить на секунды 3, допустим. И давайте нажмем Calc. Соответственно, с такой вот частотой будут появляться у нас капли. Давайте как раз выберем подходящий объект. Давайте лучше сделаем просто вертикальный дождь. Так, скорость выкрутим на 0, пока что. Гравитацию сделаем на минус 100. Давайте во вкладке Visual сделаем его побольше. Сделаем, чтобы в конце, когда партикл уже умирает, он был невидимым. Во вкладке Extra нажмем Use Object Color, чтобы настраивать свет было легко. Также нажмем сюда Relative, чтобы можно было этот объект сделать, чтобы он следовал за игроком. И как бы он ни двигался, капли просто оставались со всеми вместе и капали, блин. Давайте все же сделаем их побольше, и чтобы размер не уменьшался к концу. В Edit Group и вкладке Extra должны стоять эти две галочки. Цвет партикла можно сделать чуть поярче. И все-таки гравитацию чуть посильнее, потому что, ну почему-то, как будто бы что-то не так. Хотя даже потемней. И гравитацию все-таки можно вообще на минус 250. Но это уже зависит от того, как вы хотите сделать этот дождик. Я еще хочу размер чуть-чуть побольше сделать. Ну, в принципе, вот так вот. Вроде бы норм. Чтобы сделать наклоненный дождь, я считаю, он поприкольнее выглядит. Можно выбрать вот эту текстурку. И в гравитации просто на X поставить тоже минус 250. Вот такой дождик. Дальше идет снег. В текстурах давайте выберем снежинку. Думаю, Start Size можно поставить 6 и плюс-минус добавить где-нибудь 3. В End Size добавить тоже 6, тоже плюс-минус 3. Также давайте сделаем скорость меньше. Lifetime куда больше, ведь снежинки падают медленно. Простите, что я объясняю, все задано наперед, но просто как-то, что первое вижу, то и говорю. Max Particles 500 ставим. Calculate. Оп. Вот на вот этой фигуле тоже ставим большое расстояние. Gravity Y мы ставим минус 20. Думаю, нормальная скорость для снега. В Axel Tan давайте поставим плюс-минус 8. Также во вкладке Visual давайте добавим Start Spin. Там плюс-минус 45. Этот плюс-минус 90 End Spin. Ну вот, типа, идет снег. Если что-то не устраивает, можете просто побольше им в жизни, побольше им вращения вообще. Так даже лучше, да. Ну вот, в принципе, снег. Нормально, че. Итак, давайте сделаем воронку. Короче, что-то получилось какая-то не воронка, нифига. Энивэй прикольно выглядит. Ну, в общем, сами поймете, как воронку делать, ребята. А давайте все в ваших руках. Воронку лучше делать, конечно же, с радиусом. Но это ваше домашнее задание. Как и домашнее задание сделать взрыв и фейерверк. Потому что я заеб... Вы, в принципе, знаете, как оно работает. Самые нужные снег и дождик я записал. Фух. Ладно, все. Я взял себя в руки. Просто время пол третьего ночи. Я, если что, спать не хочу. Я просто так, ну, выебываюсь. В общем, все функции партиклов я вам рассказал. Все вкладки. Экспериментируйте, самое главное. Делайте, че хотите с ними. В принципе, все вы умеете, благодаря моему невероятному гайду. Ставьте лайк, если хотите больше понятных, очень быстрых туториалов от меня. Заходите на дискорд сервер, там подписывайтесь. Буду всем рад. Пишите, че мне еще снять, я не знаю. А, еще репост, репост хочу. Репостните видос. Репостните видос.